Страх и чувство голода сломили неизгибаемую волю воина императора Добро пожаловать в студию на Ферри Новости Как всегда есть Алексей, Денис и немножко БТшников Что поделать? А также грустные новости, но это скорее к концу редакции выпуска Мы вам расскажем о смерти Вот так вот будет весело Что же интересно, сначала как всегда начнем за здравие У нас предзаказ Предзаказ это то, что мы на прошлой неделе вам рассказывали о выходе Аэронектика Империалис Третья часть Марнезонского балета Здесь Спейс Марины сражаются с Эльдарами И вот смотришь на арты Эльдарские самолеты прям такие интересные То есть летит этот квадратный хрен Элегантный А это такие хищники А мелкие Вилка какая-то Непонятно да, вот серьезно Как это можно было наверное сделать Черный плащ Маленькие рапторы Они такие Прикольные Доходишь до этих Простите эльдароводы, но ваша техника в мелком формате это смех один Куром на смех Куром на смех Так, кстати Классные наборы карточек тоже не забывайте про них Можно конечно без них играть, но с ними гораздо удобнее Здоровские кубы, но мне нравятся наборы Четыре куба Восемь А, восемь да А в коробке лучше? Ну ты просто как бы знаешь, что ты знаком с понятием А их там два раза по четыре Восемь Ладно В перспективе Я закажу семью Восемь Красивых Хотя за Эльдар не играю Очень понравилось Или они мелкие? Нет, они Нет, там обычные хорошие кубы Я тебе могу ворковские перенести по осмотру Ладно И апгрейд Они размером как Эндерволт Отлично 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 Для Уан Саров Ну это мы уже все рассказывали И клевый Ну блин Вот 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 это на самом деле Гораздо круче Чем весь этот шлак с Спейсмаринами Макфарлейн Макфарлейн И кстати про Макфарлейн И вот вам Fleet One Yes Кожи мало на нем Как-то Да Кусочек Нужно еще и то поделать Десу И сестра Выкрашенная В отвратительной Корчево Спасибо, но не надо Но Все это как бы здорово Однако Следующая неделя Представляется гораздо более интересной Потому что БТшники не стали повисать на низких орбитах А сразу делают высадку Вот это Нормально Да Потому что когда Мы покажем вам сейчас А продадим через полгода Это бесит А тут вот вам показали Оба через неделю На покупай Аааа все Все Кайф Ну если ты играешь на БТ Или хочешь играть Ну они долго ждали и быстро дождались Да Что хорошего Армисайд Коробка Напоминаем это Сразу все вместе И минички И книжечка И даже Картички И декальчики Ох Хорошая коробка И практически Набор Только Редептор Там Ну Есть И хорошо Может быть даже БТшники будут играть Не знаю Но самое главное Что там Новые Минички Командир Чемпион И даже отряд Пацанов Которые Как это у них называется Ну короче С новыми И со старыми Чуваками в одном отряде. С неофитами и с обычными олдфитами. Да. И олдфагами. Соответственно, как раз весь вкус БТ уже у тебя старый должен быть. Только ты дал взгляда на эту коробку. И на этот старый кодекс. В смысле, кодекс-то новая обложка от старого классического кодекса Кемпларов третьей редакции. Третий же, да, вроде. Мне нравится, ребята, ну понятно, почему меня поставят. Коробка-то выглядит по-новому, а внутри книжечка такая. Так-то продавать такой кодекс было бы странно. Я поржался, я бы там наезжал кодекс третьей редакции. Нет, но для этого нужно подписаться на Вархаммер Плюс. Я выкладываю старые книжки. О, нет. Знаешь, проще подписаться на ebay, где выкладывают старые книжки. Блин, я так жалею, что я за 200 рублей не купил, за 200 долларов не купил, или за 100. Короче, что-то цена до меня была запредельной. Первая книга хаоса. Это был не кодекс хаоса, а вот где сразу были и ФБшные хаоситы, и Вархаммерсово 40 тысяч. Это что-то Кеос, что-то там. Я, типа, первой редакции орков, все три книжки у них было, три книжки в первой редакции, каждая где-то за 2000 рублей. Это, видимо, очень древняя книга была. А сейчас я думаю, что там 100 долларов это я уже не отмахаюсь. Я не думаю, что она была древнее, чем вот эти орковские книги. Ну, по идее, да. Но остальные я все редакции скупил ХСМ, когда вот начал относительно нормальный. Больное ублюдо, бумажки какие-то покупают. В этом, да, мы с тобой сходимся. В общем, про карточки не будем ничего рассказывать. Короче, классный релиз и, понятное дело, не последний менчик для претечников. Да, как бы остальные-то мы видели уже, вроде бы они нам сюрпризов не оставляют. Это как раз те, кого мы игнорили случайно или специально, я не знаю. В общем, это Хелбрехт и Гримальдус. Причем, у Гримальдуса мне не нравится его ретюна. Она как-то очень странно смотрится. Старая ретюна была круче. Да? По мне, да. Ну, не знаю. Я вот, если честно, мне пришлось открыть старого Гримальдуса, чтобы посмотреть, как это выглядело. Потому что новый такой, разве он не так был? Просто твоя память цепляется с большие вещи, типа остаток храма, который тащит чувак. А тут чувак какой-то маленький остаток храма тащит. Там прям кажется, что вот ему тяжело он тащит, а тут он подкачался. Да. То есть, сколько лет-то прошло, Алексей? Дети растут, как эти томатоны. Ну, в общем, ладно. Миннички все еще норм. И мемы, конечно, тоже все пропустили. Потому что вас они достали, я уверен. Этот мем с вытирающим мечом меч чуваком с салфеночкой. Поэтому... Ну, новый Грималдус, он прям такой Бэйн. Я бы сказал, такой, боль. И, конечно, по бэку парень довольно странный. То есть, там вся суть в том, что, значит, в Нормагеддоне когда-нибудь там кучу орков копало. Вторая и третья. Третья, по-моему, Третья война за Армагеддон. Значит, осадили там какой-то город Ули, потом уже отбивались там в какой-то храме. Храм их завалил. Оттуда Грималдус выбрался вместе со своими сервиторами. И кусок Тирейна с собой забрал. Ребят, несите. Плюс какая-то реликвия там и что-то еще. Ну, что на память. Ты вот эти стаканчики от кофе собираешь. Гримальдусы, куски от храма. Представляете, ребят, вы на турниры приходили, там, вот в этой руинке я погиб, отломал кусок из собой, как в сервиторе, потом ходишь за бабником. Ну, по-моему, достаточно в стиле, собственно, Вархаммера 40 тысяч. Это те времена. И опять же, это моя все еще теория, друзья мои, что ГВшники играли там у себя эти армагеддонские воины. И вот так вот случилось, там, они заторивали, типа, да, вот я сделал Гримальдуса и сделал вот этих чуваков, сервиторчиков. Ну, потому что это настолько дебильно, что по-другому никак не могло, по-моему, появиться. Вот. Смотрите, кстати, наши керусейды. Может, у нас тоже такое будет. Мы, конечно, не так можем по правилам бегать, но у меня все еще мысль остается с тех древних времен, когда я там тебе пытался что-то придумать, фан-кодекс с ХСМ и так далее. Вот. Все еще вот эти творческие мысли, они где-то бродят, несмотря на то, что сейчас ГВ к этому как бы, ну, Вархаммер 40 тысяч к этому сейчас не расположен, потому что раньше у тебя, когда кодекс выходил раз в сто лет, тебе хотелось что-то поменять. Сейчас, в принципе, ты не успеваешь все, что на выходе, изучить, как бы, смысл особого нет. Но все равно остается у меня в голове что-то такое, вот как раз, где можно придумать свои правила. И это все, естественно, зависит от нарративчика. Круссейдный как раз. Да. Вот посмотрите битву мою, первую в Круссейде, ощутите, как там, типа, противплей, в чем суть, короче, прокачка зависит от того, что происходит на столе. Ну, по-моему, в первой битве еще не очень понятно, то есть там, так себе. Ну, у меня очень прям вошло, ты знаешь, вот типа, был жесткий нарратив, и прям прокачка такая, херак, вот именно так вошла. Смотрите на нашем канале на премию. И из интересного, обновления, ну, как сказать, обновления, я хотел сказать релизный, даже не релиз, в общем, вы можете купить еще мини-чик для самой лучшей игры на свете. Black Ball. Black Ball. Но это небезызвестный вам Made to Order. А мне, кстати, вот интересно, почему они периодически говорят, вот теперь в Made to Order можно сделать вот это на ограниченной ере. Почему нельзя сказать, вот типа, все, что есть в Black Ballе, старое, можете заказывать. Не, ну, так растянуть же надо. Чтобы была информационная какая-то, да? Чтобы сеточку релизовала, забить. А так, ты выложишься, а никто приходить не будет. смотри, амазоночки, старые, страшные, кривые, но все-таки можно заказать. Амазоночки, да, вот, пожалуйста. Это бабищи, которые живут в люстре и пинают там ящеров, и не только их. Ну, в общем, вот бабская команда и не очень живая команда. Тамбов, и я смотрю на них, и мне больно. Ну, это прям очень старые, очень старые. Ну, то есть я запомнил тамбов все-таки уже в пластиковых наборах, когда они были такие прям, ух, красавцы, а здесь вот эти скорюченные железяки, Климитоль. когда-нибудь, скоро, может и не скоро, получим пластиковые. Думаешь? Ну, вот если тамбы в Blood Bowl придут пластиковые, я даже подумаю, чтобы собрать и поиграть. Но это, знаешь, возможно, в формате, как я варнафтику играю, варкрай и все остальное. Да, действительно. Так что, типа, миники у меня будут, а вот играть, я в сезон там какой-нибудь ловлюсь. Ну, чтобы, а, в сезон, можно в Москву в лицо, там много народу играет. Прямо в лигу пойдешь, будешь играть раз в месяц, игру, запих. Это как Крузейт. Я буду как Тед Ласса. Команда будет все время насасываться 0,5. Я такой, ну, нормально. Ну, да. Нет, реально, вот уже твоими фразами, реально, это вот Крузейт. То есть, они тебя прокачиваются, игроки отдельно, кто-то может стать там новые навыки прокачать. Друзья, вы стали смотреть целый сезон, как я в Blood Bowl насасываю. Но только там, как бы, целиком-то репорт не запишешь очень долго. Мы будем с длинными тренингами. Нет, тебе нарезку в стиле, как вот это, спортивных обозревателей делать. Оба. В этой команде, это было просто надругательство от команды Кемрей. Имели, кто хотели. Тренеру Ласса надо взять. Замедленный повтор, тачдаун заносит. У меня на айфончике можно делать замедление будем делать. Хорошо. Короче, отличные релизы на следующей неделе. С аэронавтикой я, кстати, стартерочек возьму, с кумами, в любом случае. У меня будет три стартера, но одна игра. Что лучше? Или три игры и один стартер? Крен его знает. Посмотрим, как получится. Игра без стартера не очень. Не очень. Наверное. Ну да. Хорошо. Далее. Вышел такой, типа, слегка геймплейный ролик о Chaos Gate. Напоминаем, это очередная тактическая стратегия. Это что? Вдх. Тактическая стратегия. Походовая стратегия на компьютерах и на прочих консолях, где с пошаговой на том, что ли? А что такое? Их миллион. Даже тактические есть RPG-шки японские. TGRP, как это называется? Та же Дизгая. Не знаешь? Не в курсе таких вещей. У-у-у-у-у. Чувак. Я надеюсь. Хорошо. Благодаря этому у меня психическое здоровье не совсем разрушено. может быть. И, значит, серые лицари сражаются, по крайней мере, в тизере, в трейлере с Девгардом. Те их льют из огнеметов, там выходит чувак с колокольчиком, ржет над ними. Не в курсе, что из кодекса как бы, его даже и не было никогда. В этом. Вот. И серые лицари такие, да, а ща будем там, все врублять, вот, много каких-то активных, много активной анимации бегают там, явно это прям на 3D движке, насколько это будет в игре, то есть можно ли будет там колонну опрокинуть, как показали на противника, стрелять в боеприпасы, лежащие рядом с культистом, да, это понятно, они взрываются, все разлетается, круто, а вот колонна, это как бы уже хрен знает, но с другой стороны, там, не знаю, первое, что приходит в голову в Mortal Kombat, где просто, типа, где нужно кнопочку нажимаешь, интерактивно там кидаешь колонну в противника, или противник к лицу, бьешь от колонны, да, вполне, если так будет, прикольно, ничего особо сказать нельзя, но в целом, вот из того, что показали, на Chaos Gate старый похоже, то есть какая-то компания, причем ты там путешествуешь по системе на своем battlecruiser, там, типа, что-то прокачиваешь, и только в оригинальном Chaos Gate были обычные хаоситы, а здесь хаоситы с дегешным вкусом, нурглентским вкусом, вот, пока ждем, прикольно, интересно, хорошая графика, ну, как известно, не графика единая, все-таки в тактике очень важно геймплей, да, тактика, будет ли это интересно играть, мне в целом всегда нравились походу игры, но я всегда говорил, что в XCOM, например, мне больше интересно было именно технологии изучать всякие, нежели, типа, да, там, прям, прям как в жизни некоторых играх, потому что искать последнего Alien, такая же долгая миссия, это, так, далее, еще одну игру анонсировали, Warhammer 40.000 Tacticus, еще одна тактическая стратегия, с названием все понятно, из прикольного, во-первых, видно, что ей занимаются явно чуваки, которым Ваха не безразлична, потому что чувак, который о ней рассказывает, сидит перед столом с Вахой и у него сзади коробки, ну и что, у тебя, как бы, сзади тоже коробки, ни в одну из них ты не разница, ничего хорошего от этого не происходит, да, но, вроде как, люди увлечены, и это будет какая-то тактическая, такая достаточно мультяшно выглядящая игра на телефончик, по гексерам. Очередная игруля на телефон. Ну, вот хрен его знает, там важно, какая глубина. Если это, конечно, такая гриндел-калдрачилка, сама в себя играющая. А другие разве есть сейчас на телефонах? То сисек нет, слишком мало сисек, потому что там, этот самый, главный либрарий ультрамарин Тигурий борется с некронами, такой подходит, а потом к тебе добавляется сержант этих новых летающих с тэби-болтерами. Агрессоры. Нет, агрессоры пешкают. Которые разжигатели. Интер что-то там, короче. Вот. Причем, он, знаешь, как делает? Он не просто с отрядом ходит, он призывает его, так, знаешь, подходит, типа, какой-то гексу, на нем стоит одинокий некрон, такой, этого убить. Прилетают, короче, четыре пацана, да, и расстрелят его. И улетают. Прикольно. Вот. Естественно, какая-то будет что-то прокачка, насколько, ну, короче, когда гексагональная война в формате разборок, как, например, в Армагеддоне, Павахе, да, когда у тебя там танк, например, здесь на этом гексе здание, там, типа, здесь идет какой-то большой отряд тоже на гексе. К этому формату мы скорее привыкли, и понятно. Когда у тебя на гексах по одной модельке, странно, непонятно, посмотрим. В любом случае, вроде как, ГВ взяла курс на делать игры не совсем в сраты, ну, по крайней мере, заказывать тех людей, которые будут не в сраты делать. Нет. Вот, посмотрим. Потому что был период, когда просто без слез не взглянишь. Потом просто кало было. Никто даже названия эти уже не помнит. Посмотрим. Но, с другой стороны, ничего, как бы, то, что это на мобилках, не предвещает. Потому что, к сожалению, почему вообще, в принципе, на мобилках нет хороших игр? Потому что клиента нет. Люди не готовы платить за нормальные тайтлы на телефонах. Их уже приучили бесплатному грачалкам. Грачалкам, да. И они просто не готовы. И эти игры не выходят. Спроса нет. Поэтому, как бы, на телефонах мне, вряд ли, что-то прям нас серьезно ожидает. Скорее... Ну, с другой стороны, есть какой-то Genshin Impact, который уже навяз. На зубах, там, тот же Михаил, в него как-то готов играть. Ну, то, что Михаил готов в это играть, это вообще не показатель. Это ставит его на один уровень с моей дочерью, которая тоже час в день пытается дрочить Genshin Impact. В интеллектуальном развитии ставит. Да. Да. Ну, что поделать. Такие сотрудники... Но читают они примерно одинаковые. Да. Кстати, мы тут с ней как раз сейчас читаем клеймор. Вот, я могу сравнить. Могу сравнить. Вот такие вот, друзья, дела. Далее. Новость буквально, не знаю, девятилетия, назовем ее так. Потому что вот буквально 5 октября, вот в этот день, вот сейчас, Дениска, молодой еще. Вот, молодой, 32-годник ему был. Такой еще, совсем зелененький. Взял и зарегистрировал канал E-Ninjas на ютубе. А, это E-Ninjas. Это когда ты еще... Фу ты, E-Ninjas, ты и фье. Фу, фу, фу. Все спуталось в моей... Детка и таблетки. The False Emperor. Вот. Естественно, я уже что-то делал видео... Опыт, это 12-й год был. 12-й год. Я делал видео про Павахи на своем личном канале. Но это как раз тот момент, когда критическая масса набралась. И нужно было уже переезжать. Я понял, что я этим буду заниматься. Ты уже тогда сходил на наш королевский турнир. И я заставил тебя переставить черк на... Возможно. Облитераторов на новой. Возможно, это случилось. Вот. Собственно, до этого только вышел, по-моему... А, нет, вышли три ролика, как начать собирать играть в Архаймер. И вот первым роликом, который был главный релиз нового канала, это та знаменитая партия. Как она происходит, собственно. Это самый достичный был бы ход в этот же день запостить новую версию. Нет, Алексей. Но это будет на десятилетие. На десятилетие. Так можно так говорить, можно 20-летие запостить. Короче, друзья мои, 9 лет. А где празднование, где шарики? Какого праздника? Потом шарики не дали, ничего не ездят. Сидят и смотрят. Мы будем отмечать это в среду на нашем стримчанском. В 20-30 приходите. Что-нибудь, не знаю, что будем делать, но что-нибудь будем думать. Ну, в принципе, короче, типа, что мы хотим сказать? Что 9 лет уже с вами. Спасибо всем, кто подписан с тех времен. Это прям как каждый раз, когда наводишь на человека. Значок же показан, сколько он подписан. А там, типа, 9 лет. А я тут специально отписался, чтобы посмотреть интро, как выглядит, и подписался за мной. Сегодня как-нибудь смотрите? Не знаю. Ну, смотри, когда ты спонсорство скидываешь, потом возвращаешь, тебе остается твой звоночок. А подписка? А, вот мы посмотрим. Комментарий, напиши мне какое-нибудь видео, я и посмотрю. Хорошо. И тут недавно был другой юбилей. 10 лет игре Space Marine. И я такой... Дев... Дождите, 10 лет? Что-то время быстрое идет. Все время ощущаю, что 10-летие нахрен прошло, и... Да, как бы... Мать твою. Макс какой. Вот так вот. А так второго и не запилили. А могли бы... А почему, кстати, его не запилили? Не знаю. Потому что он вроде как зашел. Не очень, правда. Не знаю. Так и там задел на будущее есть. Ну, я как бы согласен с тобой. Ну, ты знаешь... Лучше вместо миллиона этих говноигр одного бы Space Marine сделала. Хотя он тоже, конечно, идеальный. Твоя правда во всем, Алексей. Но в мире далекое будущее логика отсутствует. Поэтому как бы и в играх по этой вселенной тоже. Супер. К сожалению. Но я тоже как-то вот эти 9 лет, если честно, не очень замечаю. Постоянно, типа, что-то делаешь, делаешь, делаешь. Ты все время в моменте находишься, типа, 9 лет. Ну, больше, естественно, получается. Да, но 9 лет канала у него. Ну, что там? У тебя поначалу были только из турниров импорты. Да. А потом? Ну, потом начались обзоры некоторых замечательных коробок. Так, друзья, что интересного на этой праздничной неделе произойдет на нашем канале? Ну, во-первых, КТ, Килл Тим, Собирая Килл Тим 2, которые уже в первую серию заценили наши подписчики на премию. Ничего себе. Это от Артема, который прям... Ну, видели клип? Вот. Умеет человек сделать. Там лора накидывает такого. Прям готовится в банду. Да, к второму сезону Килл Тима. Также у нас станция Отчаянно. 12 выпуск. Подходим уже к финалу. Завершение скоро будет, собственно, приключений банды Инквизитора на этой станции. И по 129 выпуск. Это хобби от Михаила. На прошлой неделе был хобби от меня. А на этой неделе от Михаила. Вот так вот между дурными бандами. Что-то, что ты коробку красил вот этим Михаилом. Ну, потому что он художник пасты для меня в этом формате. Еще у нас осталось окно в Европу. Четверг. И там, скорее всего, Дарк Мехи четвертый. Yes. Yes. Михаил продолжает рубить правду матку. Вы видели первый выпуск на общем канале. Например. Понимаете. Уровень... Михаил. Это возьми у деда таблетки. И там уже что-нибудь делай с собой. Потому что Инквизиция уже выехала. Вот. Соответственно, уже четвертый будет на прямчике на этой неделе. На общем канале. Параллельно. Тао 17 выпуск. Если вы собираете каких-нибудь синимордах. Вам тоже понравится. Евгард 48. Опять. Из свежих выпусков у нас будет репорт. И... Скорее всего, будет хобби от продюстера. Может что-то еще? Выплывай. Вот такой вот кайф можно будет почувствовать на нашем канале. И еще одно объявление связано с работой канала. Друзья мои, наш новый директор департамента по 3D печати... Ищет таланты. Ищет таланты. Короче, для того, чтобы интересные вещи делать по проекту. В том числе с 3D печатью. Так как она сейчас по факту вытесняет там на каких-то... Уж в конверсиях точно литейки вытесняет. Литье по сути остается для массовой продукции. Потому что на 3D... Для тех, кто не хочет покупать оригинальные минки. Для того, чтобы использовать их как оригинальные минки. А для конверсий и проще, и правильнее напечатать себе то, что тебе нужно. Вот. Поэтому нас интересуют модели разных форматов. В основном, ARMY, которых мы выпускаем. Это важнее, конечно, для активных выпусков. Это Mechanicus и, соответственно, Druhari. Для пассивных выпусков Алексей приглашал. Можно мне колес и подвесок для техники. Потому что техника, короче, требует... А, и выхлопов. Выхлопов как бы это тоже важно. Знаешь, меня просто задолбало, чтобы собрать одну модель. Сломать нахрен три. Ну, и не то, чтобы сильно против. Но потом нужно искать детали, чтобы починить эти три. И как бы оно вот так идет, идет, идет. В итоге у тебя куча поломанных моделей, которые надо бы починить. Плюс те ARMY, которые так у нас есть. Типа XM, DevGuard, Tau и прочее. Что подразумеваем под то, что нужно? Нужны 3D-модели для этого. Вот, собственно, в описании есть ссылочка на директора нашего департамента по 3D-печати. И с вашей помощью, надеюсь, мы соберем библиотеку. Скорее всего, мы вообще, возможно, целый канал для этого. Потому что, ну, очевидно, это... Канал 3D-печатников? Ну, да. Где будут собираться люди, которые этим... А, ты, возможно, стрим влетают, который, TFE-лайф-стрим, и переделают. Возможно. Ну, там, скорее, знаешь, типа, это будет либо в телеге, либо в Дискорде. Да, вот, это будет происходить. Вот. Поэтому у нас, как бы, сейчас движения пошли. Директор назначенный будет этим заниматься. Поэтому, если у вас есть какие-то классные модельки, которые вы считаете для нас могут пригодиться, пожалуйста, свяжитесь. Ссылочка в описании. Любим вас. Паренек, которого мы не успели подхватить в прошлом выпуске. Мы сняли деталку, как он вышел, но не то, что было очень важно. Это у нас Аугмек 1 Саров. Тяжелая пехота. Странный... Опять огромный ласпушкой. Какая-то странная херня. Да. Ну, знаешь, там, чем только не балуются. В подолях этих... Найдятся грибов этих, светящихся. Иначе, ну... А еще там все, этот трупный порошок, то самое, ну, не приводит ни к чему хорошему. Должен знать. И с ним киберарахниды. Кибернические пауки. Выглядит вратительно. Можно, кстати, в эту крону куда-нибудь отправить. Мне тут посылочка из Австралии пришла. Для кенгуру слишком маленькая, для паука подходящая. Я пока решил, пусть полежит. А ты в морозилку ее положил. Так. Он замерзнет? Ну, он заснет. Хотя бы на тебя не выпрыгнет, когда ты будешь открывать. Логично, кстати. Если там пластик, то ему покер. А ты хитер. Вот. Ладно. А вот как раз, если ты его просто в коробке, он просто заснет, ты откроешь, сразу воздух свежий, он сразу проснется, и тебя выпрыгнет. Да-да-да-да. Короче, в нашем выпуске очередном посылке дедушки, увидите, что произошло, когда я вскрывался. У меня грустные-грустные новости для вас, друзья. Помните, я все как-то надеждой, что когда-нибудь я начну собирать Dust, и это светлое будущее настанет. К сожалению, закрылось, это больше для меня возможность, потому что Dust тоже закрылся. Не выдержал, он пертрубаций. Это и так была игра на уровне, вот я с Паула Парента, по-моему, звали автора, с друзьями. Он там что-то делал, свой варгейм. У него даже был, в принципе, интересный подход, потому что и система была как бы забавная. Там от брони зависело количество кубов, которые ты накидываешь. То есть там на 5 плюс ты всегда пробивал, и то есть ты долбишься в тяжелую броню, у тебя мало кубов. Легкую больше кубов. Прикольно было. И подход был забавный. У него миньки были припейнт, как сейчас делает у нас Underworlds, например. Только он пластик, цветной лед. А вот его было, значит, в серой, там, например, ось. В зеленой союзники покрашены. И даже, по-моему, покрашены или именно пластик? Или оно как-то там? Он пластик, он везде серый. Просто в грунт наливает. И были даже с премиум наборы уже покрашены. Но... Покрашены покрашены. Ну, наверное, я не покупал никогда покрашены. У меня только, кроме стартера, вот этого старого ничего и нет. Но все это как-то шло не шатка, не валка. Он переходил там сначала у них в ФГ, по-моему, он принадлежал. Потом он сам занимался этим, сайты открыл, как-то поставки наладил. Но случился коронавирус. И в том числе это ударило именно по поставкам. Цены взлетели. И с Китаем тоже сложнее стало работать. И спрос, видимо, был не то, чтобы большой. Вообще. Интерес к Досту умер. Да, не было... Есть ли Досту? Как бы ГВ сработало, выпустило девятку, поднял интерес. И несмотря на то, что сейчас опять акции откатились там к какому-то минимуму, там, майскому и что-то. Но такова ситуация в мире. И, короче, вот Паула, к сожалению, не выдержал. Поэтому не сдружил. Ни шмок закрылся. Ну и хребли. Жалко, потому что все-таки это был один из тех варгеймов, который мне внешне нравился. Мне не очень нравилась простота слишком большая происходящего. То есть в ту пору, когда еще в Вархаммере была броня, там, например, у техники, здесь модели как тоже, типа, с какими-то вулдами, там, и все. Стоит большой какой-то робот, а он просто как обычная моделька. Только с большим количеством. Ну, там что-то даже не так что-то много. Вот, поэтому Games Workshop, надеемся, пока не закрывается, несмотря на все сложности. Но вот такая вот ситуация в мире, и потери мы, к сожалению, несем. Так что, друзья мои, кто Дост собирал, в принципе, могут проиграть дальше, как ребята в ФБшечку. Может быть, когда что-то восстановится, если комьюнити будет все еще поддерживать игру. Или даст Old World. Да. Как бы Пауэлл вернется к этому. Но сейчас очевидно, что это решение вынужденное, и просто по деньгам он не мог это... Потому что все это стоит денег. Вам, возможно, кто к производству, там, к выпуску никогда не имел никакого отношения, кажется, ну, что там подумаешь, придумаешь правила, там, заказываешь миннички. Чтобы их заказать, наверное. Ребят, я вот просто книжку пишу. Я уже денег потратил. Хреново тучу. Одна редактура стоила чем-то тысяч. Редактура просто. А дал бы Мишу на редакцию? Хорошо бы отредактировать. Типа, как знаешь, было в переводе Гоблина, в редактуре Михаила. Вернуть. Непонятно, что читать. Вот, поэтому любые, естественно, потуги, что-то каких-то денег стоят. Плюс логистика, даже договор с компаниями, туда-сюда, все это очень стоит денег. К сожалению, не потянули. Обидно, досадно. И переходим к слухам. Слухи говорят прям сто пудов. Причем, как бы и тот человек, который говорит, не подводил. И он говорит, что его источник, который он тестирует, его не подводил. Так что, блин, давайте почитаем. Во-первых, про хаос немножко. Новый Варсмит. Пластиковый, очевидно. Логично. Спасибо, прикольно. Чоузен Сквад, который, извините меня... По-моему, я в Вархавер пришел 9 лет назад. Ну, эти истории про Чузенов уже давно-давно. Блядь. Когда был этот самый мистер Дразнич, просто все такие, да вот, сейчас будет. Нет, до сих пор не было. Ну, знаешь, вот это просто набанговать. Тут, знаешь, жалко, вот Гурона нету в этом. Но это, как бы, они все солятся, солятся, маринуются, маринуются. Надеемся, что действительно будет. Ну, знаешь, это как слух про нового пластикового абадона. Рано или поздно он выйдет. Ну, вот, собственно, он не вышел. Как про БТшников тоже. Всю жизнь про БТшников говорили. Вот они вышли. Сестры в пластике. Сестры в пластике. БТшники, абадон, газик в пластике. Вот это вот все. По идее, все должно выйти в пластике. Да. Когда не будет. Большой вопрос. Вот. Ну, вот, исходя из этих слухов, можно надеяться, что это уже готово. И вот, типа, оно к релизу. Но, появились новые. Про Эльдар. Новые рейнджеры. Новые джетбайки. Вот эти вот затычки. А вот это, кстати, очень странно. Потому что они же и так новые пластиковые затычки. Да. Знаешь, затычку никогда не поздно обновить. Да. Она все-таки, ты знаешь, куда погружается. Требует, так сказать. Да. Ладно, допустим. И новый Аутарх. С Fusion. Ножка мастера. Мальчишка. Что, кстати, не сходится с тем, например, что были слухи. И был сникпик руки Аватара Кейна. И, возможно, его тоже сделают. А где он в этом слухе? Вот где-то там. Там еще какое-то есть гадание по артам. Типа, есть вот арты, которые в основном берутся для... То есть на основе их делаются новые модельки. В том числе там есть Аватара. Там даже не гадание. Потому что реально вот кусок этой руки со стекающим чем-то. Это прям вот с этого арта. Да. И есть сникпик этой кусок руки, пластиковый, видимо, с этими ножами, которые на руках у Аватара. И по ней стекает какая-то херня. New Avatar of Cain. A lot bigger. Значит, у нас маленький, например, Lord of Change. И такой же маленький. Большой. Ну да. Все вырастает. Ну размером с Форджового будет примерно. Логично. Ну, большие пластиковые наборы. Это вот новое слово ГВ с Найтов, начиная. Наверное. По факту. Да. То есть там шестая редакция. Наверное, да. Ну, Стомпу не считаем, да? Большой пластиковый. Ну, тогда было сколько? Три набора пластиковых. Типа Бенблейд, Стомпа и... И все. И что-то еще апокалипситическое. Все. Все? Возможно. Может быть, я не прав. У кого-то... Что-то Ильдарское, по-моему, было, нет? Не знаю. Может быть, я плохо помню. Нет, потом Трактор вышел. Да. Трактор вышел. И этот... Тессеракт. Тессеракт Вольт. В шестой редакции, когда вышло, как и его... Книжка, которая позволяла брать это говно. Даже видос с тобой записывали. Мы играли, Стомпа против Крнотрактора. Я не помню, как эта книжка называлась. Но, в общем, тогда вышел Крнотрактор и Тессеракт. Эскалэйшн? Эскалэйшн, да. Ага, или вот так. Что еще известно? Скорее всего, будет Единый Кодекс Крафт Горлдов и Орли Кир. Это тоже уже было, да. И спасибо, на самом деле. Хотя, с другой стороны, кому-то только отдельную книгу не делают. Нет, ну запихнут обратно. Шайнинг Спири и Ворп Спайдер. Ну, кстати, вот Шайнинг Спири подходит под слуг новый. Если вот новые джетбайки, это и есть Шайнинг Спири. Пластиковый Бахарот. Это какой-то именно герой. Это кто-то из этих... Из Аспект... Ну, да. Фениксов там какие-нибудь. Феникс. Суппинг Хокс. Короче, все обновляет. Баттл Фокус будет Д6 Джамп Шут. Прыжок на Д6. Не стрелевая, чего? А пешие модели что будут делать? Тоже прыгать на Д6. Херная какая-то. В общем, ну ладно. Это все еще слухи. Пока они не начнут подтверждаться. У них нет мысловида. Ну, как бы, да. Эльдарский модельный ряд. Старый. С консайлом. Который нужно обновлять. У них теперь... Вот после того, как вышли сестры, у Эльдар в общей сложности получается самый старый модельный ряд. Хотя там где-то гвардии еще. Ребята. И если это будет, то это будет, видимо, большой релиз. Большой релиз как орков, некронов и всего. А большие не было больших релизов у нас. И сестры. У БТ маленький релиз. Средненький. Ну, потому что у них все-таки не могут опираться на модельный ряд. Да. Спейс Моринов. Ух. Ну, я как, естественно, человек, который там с Друхари начинает немножко негодую. Что поделать, придется... Не, ну, если сравнивать Друхари и этих светлых... Хотелось бы новых моделей. У Друхари полностью обновили весь модель. Я согласен, но это когда было. Ничего, а эти мне обновили ни хера. Ну, да. Ну, они там Еву получили. Понимаешь, Друхари своим модельным рядом сидели, сосали болт. А эти две редакции из костылей своих... Я нам спам машет крылышками, тебе передаю большой привет. Который... Все, что движется в пятой редакции. Только вот Дрэйго Паладинов. Купили, перевернуть. Я тут, знаешь, думаю над одной рубрикой и обратным числом вспоминаю, что творил Килдрейк в шестерке. Насколько же ГВ хотела продать этого сучонка? Ну, примерно, как знаешь, это Килдрига. Сейчас они приедут и будут творить то же самое. Называется... Это название для рубрики Слышку Пи. Можно в каждой редакции найти, кстати, такой юнит, который Слышку Пи, Дракон, Веномы, Ева. Ну, хотя Ева, когда их три можно было брать, тогда это было, да, Слышку Пи. А потом четко поменяли... А потом оба, и только одной может быть. А архетипы. Типа, выходит Дракон, выжигает весь стол. Потом Рыцари, Евы, Инвиз. И такой, ой! Не, ну Дракон, это уже редакция сменилась. Седьмая. Да, но все равно... А Дракон, прости, имел всех до конца шестой. Даже когда ему арку... Причем сначала у него было 180 арк, да, спереди. Потом ему сделали 360 вообще, он начал жить из жопы. Потом ему дали 45 из пасти. А потом, как бы, все... Ну, он до последнего. То есть, когда стол заправляли какие-то огромные чуваки, у тебя был ростер 3 Найта и 3 Дракона. Да, да. Держался парень. Ну, вышла восьмерка, а я такой... Какой-нибудь семерки уже. Неа, ну, совсем развалился. Ну, то есть, короче, пока... Хотя он теперь не флайер даже. У него минус тухита нет. Он вообще лох. Но подкосило, конечно, то, что флайеры с снапшотами, то есть на шестерки попадали, и минус тухит. Две разные вещи. В девятке вообще более минус одного тухита нету. То есть, самолеты вообще-таки... Самолеты неинтересные сразу стали. И до сих пор не прописали, что нельзя автохитами по ним доталять. Все еще... Неметы, выжигающие самолеты... Ладно. Возможно, мы дожьем до этой новой рубрики. И увидите вообще, в принципе, мой рассказ. Название, видишь, придумали. Такие вот дела на данный момент. Напоминаю. Завтра, 20.30, отмечаем. Возможно, будем какой-то движ... Мы с Михаилом подумаем. Просто сегодня, завтра над этим. Вот. Плюс, как всегда, с четверга по воскресенье наши ролики на премиум или не премиум, неважно. Смотрите, где вам больше нравится. И через недельку снова встретимся с вами. Возможно, немножко опять обсудим Синабайт. Как там? Синабайт. Сервиторс. А, эти. Ритюм, короче. У меня всегда Синабайт, какая-то хардкор группа. Я когда слушаю это Синабайт, говорю... Хардкор не бьет! Вот. Поэтому, друзья мои, оставайтесь с нами. Берегите себя, свои менюшки. Увидимся через неделю. Синабайт поставил! И подписывайся!